Архангельская область одна из самых больших в стране. Если сравнивать ее, например, с домом, то все мы жители одной огромной высотки. Но согласитесь, чтобы содержать дом в порядке, необходимо, чтобы соседи дружили, сообща решали какие-то проблемы и облагораживали жилье. И вот в этом моменте всегда огромную роль играют самые активные соседи, которые и заводят всех остальных. Сегодня мы говорим о тех, чья инициатива – залог общего комфорта. В эфире «Добрый регион». Здравствуйте! Знать своих соседей – это, во-первых, чувствовать себя в безопасности, во-вторых, иметь доступ к ресурсам, если вдруг что-то понадобится, например, соль или элементарная помощь. Понимая важность соседства по масштабах области Центр социальных технологий «Гарант» сформировал в регионе сеть ресурсных сообществ. Каждый из них объединяет самых инициативных жителей конкретного района, которые и задают активность на местах. В начале августа ими был запущен марафон, призванный показать, как много добрых дел можно сделать вместе, несмотря на пандемию. Первыми акцию открыли участники Няндамского молодежного объединения «Стритхоум». Ребята представили результат своего многомесячного труда – благоустроенную скейт-площадку в городском парке. Любители экстрима создали проект, выиграли грант и соорудили все необходимое для катания. Благодаря им теперь здесь не пустующая площадь, а место притяжения молодежи. Мы участвуем в марафоне местных инициатив и хотим передать эстафету Котловскому району. Давайте передаем вам эстафетную палочку и вручаем вот такую стеллу. А дальше по цепочке. Участники марафона публиковали в соцсетях фото и истории своих инициатив с хэштегом «Сила вместе», которые моментально расходились по другим районам. Так, например, Шенкурский ресурсный центр устроил традиционный так называемый фримаркет, на который можно было принести ставшие маленькими детские вещи, а также школьные принадлежности для нуждающихся семей. Проходите, проходите, девчонки, мальчишки. Проходите, проходите, не стесняйтесь, девчонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем одеваться все. Эстафету бесплатной помощи к школе подхватили соседи из Вельска и устроили аналогичную акцию. Кстати, именно вельчане оказались самыми богатыми на активности. Другие пошли дальше и стали соседиться не районами, а регионами. Так в Няндаму пришел проект детская поликлиника «Арт-перезагрузка». Команда из Костромы уже пять лет делает фасады больниц для малышей по всей России ярче и привлекательнее. Местный ресурсный центр выиграл в областном конкурсе «Грант», благодаря которому и удалось притянуть к себе облако желаний. Именно так называется творческая студия из Костромы. Детские поликлиники, как нам показалось, недостаточно дружелюбно выглядят, и мы пытаемся сделать из них что-то более светлое и приятное, чтобы не было страха врачей и тому подобных. Свой опыт соседи передали и местным графитчикам. Проект нелегкий, потому что объемное здание. Также ребята научили нас правильно совмещать краски и также распылять, пользоваться данной аппаратурой. Всего в марафоне приняли участие восемь ресурсных центров региона. Замыкающим стал Холмогорский район. Недавно здесь завершилась большая стройка. Весь август инициативные жители села Матигоры участвовали в создании смотровой площадки. ТОСУЮТ при поддержке команды Матигорского ресурсного центра «Вектор» разработали проект благоустройства у гора, получили грант в 120 тысяч на закупку материалов и работу техники. Все выполнили силами волонтеров и неравнодушных жителей села. Чтобы эти все летние денечки, вечерочки, выходные были с нами, помогали нам. И очень хочется все-таки отметить, что когда мы вместе, мы – сила. Спасибо! Еще недавно эта живописная территория была завалена мусором, а тротуара и вовсе не было. Провели уборку данного у гора. Тут была такая несанкционированная свалка за моей спиной. Мы убрали порядка двух машин и мусора мы вывезли. Тоже очень много людей принимало участие, порядка 40 человек. Мы это все прибрали и уже потом начали завоз материалов и монтаж самой площадки. Делали все своими руками. Я думаю, что если пересчитать это все на часы и дни, наверное, я думаю, что две недели плотно, если каждый день мы тут в разном количестве, мы собственными силами это все реализовывали. Кинотеатр под открытым небом, площадка для спортивных тренировок, фотосъемок и песен под гитару – это лишь неполный список идей по использованию облагороженного у гора. Есть в нашем поселении неравнодушные люди, которые тоже хотят что-то изменить, что-то привнести, что-то сделать новое и на благо. И очень радостно, когда вот одна общая цель, она, во-первых, объединяет совершенно разных людей, совершенно разных возрастов, положений социальных и дает позитивный результат. Первый такой масштабный проект оказался заразительным для всех жителей села. Убедившись, что сообща можно запросто создать общественное пространство, местные забурлили идеями. И, похоже, это движение уже не остановить. Мы хотим продолжать, мы хотим дальше проводить освещение, проводить определенные мероприятия, вплоть до того, что мы мечтаем о том, что там будет организован спуск к реке. Хорошая идея всегда заразительна. Наверное, это самый главный эффект марафона. По сути, акция задала импульс, а дальше добрососедские практики стали вирусно тиражироваться по всей области, привлекая новых и новых инициаторов. Этот марафон придумали наши общественные ресурсные центры, которые открылись в восьми районах Архангельской области. Им захотелось сделать какие-то яркие, интересные, полезные дела в своих территориях, чтобы к ним привлечь новых людей, которые раньше никогда не занимались проектной деятельностью, не привлекали гранты, но старались сделать что-то важное, что-то очень нужное для других людей, для своей территории. Если у вас есть какая-то идея, но не хватает знаний или ресурсов для ее реализации, вы можете обратиться в Архангельский центр социальных технологий «Гарант» либо в местные ресурсные сообщества. Своих соседей, тем более добрых соседей, надо знать в лицо, уверены в гарантии. Чтобы о лучших задумках узнали как можно больше людей и захотели повторить что-то у себя, был запущен фотомарафон. Для участия достаточно загрузить снимки о каком-то добром или полезном деле в контакт и коротко описать суть. О лучших мы расскажем в наших следующих выпусках. Это был «Добрый регион». До встречи! Как часто детям, которые борются с тяжелой болезнью, нужна срочная помощь. Каждый день ожидание операции или лекарств может ухудшить ситуацию или свести на нет пройденный курс лечения. Как часто родители и волонтеры не успевают приобрести расходные материалы к устройствам для питания и дыхания детей. Такая экстренная покупка и доставка – огромный стресс, в том числе и для ребенка. Как часто бывают ситуации, когда времени на сбор средств просто нет. И как важно в этот момент сказать маме «Не волнуйтесь, мы успеем». Жертвуя фонд срочной помощи, вы спасаете здоровье и жизнь детям, а их родителям дарите спокойствие и силы бороться дальше. Все собранные средства накапливаются и расходуются на поддержку подопечных фонда в экстренных случаях. Сегодня для помощи детям можно подключить автоплатеж. Сделать это очень просто. На сайте программы «От сердца к сердцу» есть вкладка «Как помочь». Открыв ее, кликните кнопку «Поддержать» и введите посильную для вас сумму. Эта сумма будет списываться с вашей карты ежемесячно. Отменить подписку можно в любое время. Для фонда срочной помощи нет маленьких пожертвований. Любая сумма поможет спасти жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok